Самая мощная медитация в мире. О, и, наверное, у вас очень большие ожидания от ролика с таким громким названием. Но, во-первых, я вам вот что скажу. Сейчас слово «медитация» получило некие дополнительные смыслы. Для современного человека, для большинства непоцарапанных современных горожан, слово «медитация» вмещает в себя намного больше, чем то, чем медитация действительно является, и то, как к ней относятся практики, медитирующие практики. Дело в том, что сейчас стоит как будто бы в общественном сознании знак равенства между словами «медитация» и «практика». И можно встретить в сети медитация на любовь, медитация на денежки, медитация на раскручивание магической силы, на обретение люто-бешеной сексуальной привлекательности, медитация на одно, на другое. Признаюсь, я сама грешна. И я иногда говорю со своей аудиторией на общепринятом языке. И у меня тоже в моем магическом магазине есть практики, которые озаглавлены словом «медитация». Медитация на раскрытие видения, в то время как в реальности это является практикой, а не медитацией. Так вот, самая мощная медитация в мире и единственная медитация в мире, которая существует, это медитация недеяния, недумания, медитация, когда ваша личность растворяется в моменте, медитация пустотности, когда не происходит совершенно ничего. Как же войти в это состояние? Очень сложно. На самом деле есть комплекс динамических медитаций, которые были придуманы специально как ступенька для того, чтобы заняться вот этой действительной, древнейшей, мощнейшей техникой остановки ума. Что такое динамическая медитация? Это многократное, стократное, тысячекратное повторение каких-то действий. Ну, вы можете открыть оранжевую книгу Оша, например, почитать. Это, наверное, самый полный сборник динамических медитаций, которые существуют, в принципе. Но я вам говорю именно о технике, которой ты занимаешься, просто сидя там, где сидишь, сидя на своем месте. И как можно прийти к этому состоянию? Вот, допустим, вы сейчас сядете в тишине и замолчите. Будет ли это молчание честным? Ну, конечно, нет. У вас внутри начнется вереница мыслей. Такой мусорный фон, состоящий из наслаивающихся друг на друга мыслей, мыслеобразов. И даже могут быть какие-то сенсорные эффекты, сверхэффекты. Многие люди, например, утомленные прожитым, насыщенным событиями днем, ложатся в постель, вроде бы стараются расслабиться, остановить мышление. А вместо этого начинают слышать какие-то голоса, как будто бы их зовут родственники по имени. Многие это путают с магическим зовом, что, наверное, у меня есть способности, раз я слышу такие голоса на ночь. Не, чувак, ты просто устал, просто некачественно отдыхаешь, это не про способности. Ну, так вот, и вы начинаете наблюдать за этими мусорными мыслями. Не отрицаете ни одну из них. Просто вот они такой бегущей лентой, лишенные смысла, таким макабрическим плясом, проносятся в вашей голове. А вы просто за ними наблюдаете. И тут самое важное – быть пассивным в этом наблюдении. Не начинать, не включаться, потому что среди этих мыслей будут попадаться такие, которые вас будут провоцировать на их додумывание. Ну вот мелькнуло что-то, вам хочется ухватить образ и, ну, как-то углубиться в него. И вы уже начинаете своей волей и силой своего разума раскручивать эту мысль. И всё, состояние уходит. Нет, просто как будто бы вы сидите на перроне, и мимо вас проезжают поезда, вагон за вагоном, вагон за вагоном. И вы за ними наблюдаете. И когда вы научитесь такому наблюдению, дальше начинается самое интересное, волшебное, мистическое, ну, и, как водится, самое сложное. Вам нужно будет поймать микровремя, микросостояние между этими мыслями. Эти мысли идут на самом деле ненепрерывным рядом. Между ними всегда что-то есть. Иногда это зазор. Доля секунды. Доля секунды. Маленькая, приоткрытая, мелькнувшая дверца перед вами. Но вот именно в этом моменте, в той пустоте, которая как будто бы является склеивающим полем между этим мусорным бегущим видео или аудио рядом ваших мыслей, именно там заключены вся магия, вся правда, всё ясное видение. Всё. Именно в этом микродозинге проявленного внимания содержится вообще всё. И это самая мощная медитация в мире.